Здравствуйте, дорогие видеозрители! Продолжаем наши встречи, раздумывая о том, как встречаются две половинки. Вот примерно так вот плавают две души, окружности, где-то расправляются в каком-то социуме, потом опять встречаются, и каким-то образом они должны соединиться в какой-то момент времени. И, конечно, лучше всего, чтобы эти две половинки соединились с самым благоприятным образом. Но обычно оно так и происходит. В общем, происходит какой-то праздник, какой-то там жестко, какая-то встреча, день рождения, там Новый год празднования. И люди встречаются, как-то смотрят друг на друга. Хорошая обстановка, хорошо выглядят, интересно рассказывают, интересно ведут себя, окружены внимание. И такое прекрасное возвышенное настроение, конечно же, оно способствует расположению другого человека. Хочется со всеми знакомиться, особенно если кого-то найти. И, в общем-то, в определённом возрасте, в определённом статусе у каждого человека возникает такое стремление необъяснимое, 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 чтобы найти свою плату. Конечно, одному и скучновато, и грустновато. Иногда говорят, вот я один, и мне хорошо, и этого достаточно. Я и есть целая, мне не нужна половинка. Ой, по этому поводу есть в нашей книге некоторый отрезок повествования. Почему так человек говорит? С одной стороны, это защита себя. Да, если половинка, значит мне чего-то не хватает. Неполная личность, неполноценная как будто. А с другой стороны, давайте поразмыслим. Вот есть компьютер, есть одноядерный процессор. А вот представьте себе, стоит задача, и этот компьютер решает с помощью одного ядра эту задачу. Ну, с помощью человека, конечно, но одного ядра. И вот представьте, когда стоит та же самая задача, и вот двухядерный у вас компьютер, да? Два ядра решают. Конечно же, можно себе представить порядок соотношения силы, скорости, оптимальности, прохождения через какие-то препятствия. Конечно, если два человека, это уже команда. И, конечно, командой намного лучше решать любые задачи жизненные. Особенно если эта команда находится в гармонии. Такой синтез происходит, а еще называют синергия, когда два плюс два не равно четыре, а может равно восемь. намного больше увеличивается возможности. Вот, например, мы сейчас находимся в общении с вами, да? А вот для того, чтобы я подготовилась к такому общению, конечно же, здесь работала вся семья. Вот, например, сын приобрел вот эту вот лава-ламу, да? Я теперь могу вам предложить вот представить себя такой вот витающей половинкой в пространстве где-то, в солнцем, да? И вот вы встречаетесь где-то вот со своей половинкой, да? Вот мы можем здесь так поразмыслить, пофантазировать, да? Вот, вы видите, здесь определенные технические, да? Здесь освещение определенным образом. Все здесь, акустика, все создано. Это все мой любимый супруг Ростислав Людович сделал. Ну, конечно же, здесь над всем этим трудился весь наш род и вся наша семья для того, чтобы это видео состоялось. А для того, чтобы я имела право морально вам что-то рассказывать, конечно, для этого трудились, наверное, не только видимые, но и невидимые семьи. Почему? Потому что, если, например, выходит в Ютубе человек и начинает очень красиво рассказывать какую-то животрепещущую тему там, вот сиюминутную тему какую-то, да? И вот кажется, как вот примерно таким образом там, как привлечь, как познакомиться, как вот удержать, как вернуть. И вот все на эту тему. И так вот человек вот читает такие названия и кажется, это примерно как в интернете почитать рецепт печенья, да? Вот есть печенье с маргарином, есть печенье там со сливочным маслом на сметане, там с орехами, там и так далее, и так далее. Там перечень целый этого печенья, как-то я недавно изучала это. И кажется, все просто, взял рецепт, там берешь вот это, берешь вот это, там муку, яйцо, там замешиваешь, там молоко, сметану, еще чего-нибудь добавляешь. Вот, пожалуйста, вот это все по рецепту сделаешь, у тебя вот такое получится. И так кажется, что послушая чье-то выступление, тоже вот какой-то рецепт, и вот все точно так же и получится. Спросить самого человека, это все у вас, вы можете показать там своей семье, со своим мужем, со своим ребенком, со своими близкими, да, что вы вот это вот делали, и у вас вот это получилось. Ну, иногда делают, иногда показывают, но если вы посмотрите там поглубже, что происходит на самом деле, то чаще всего вы сможете заметить, что именно такое и в таком виде оно вам совершенно не подходит. Я могу сказать, что то, что вот у нас в семье, оно для вас, ну, скажем так, на 50% не подходит. Потому что вы другой человек, вы другая женщина, у вас другой опыт, у вас другие знания, другой возраст, другая ситуация, вы живете не в таких условиях. У вас там другое образование, другая профессия, всего-всего-всего-всего-всего-всего-всего-всего-всего-всего-другого, все это по-другому. Поэтому я так еще раз хочу сказать, что в вашем случае к вам должен быть индивидуальный подход, индивидуальный рецепт. Как это должно быть? Если вы пожелаете в качестве эксперимента, обращайтесь, пожалуйста. Мы с вами проведем эксперимент и, возможно, наши знания вам помогут в личной жизни. Но, опять же, могу сказать, что то, что мы делаем, и то, как мы понимаем, это только видимая часть стороны. Очень многое, то, что происходит с нами, она невидима для нас. Это можно говорить о том, что есть вера во Всевышнего. Всевышний каким-то образом воздействует на нашу жизнь. Понятно, что вот мы такие, как мы здесь есть, и все, что нас окружает, это как будто бы творение рук человеческих. Вот то, что вы видите вот там, вот это все вроде творение рук человеческих. Но, с другой стороны, все материалы, с которых это все сделано, это все творение мыслей Высших. Это как бы материалы, эти все, это все сотворено на земле, а мы их только переработали. И говорится о том, что как мы можем это переработать. Это, опять же, мысли идут свыше. Это не потому, что мы сами такие умные, что мы вот это все сами можем сделать. Нет, это, опять же, Высшие нам направляют мысли, определенные технологии, люди, которые специализируются в определенном направлении. И таким образом нам Высшие Силы помогают продвинуться в техническом прогрессе. Но Высшие Силы нам помогают продвинуться и в духовном прогрессе. Вот, например, наши взаимоотношения. Если мы говорим о том, что очень мало счастливых людей. Почему мало счастливых людей? Люди ищут счастье во вне, а на самом деле оно находится внутри человека. Я могу подтвердить. Да, великие сказали о том, что счастье находится внутри себя. Это действительно так, но это не до конца так. Это начало истины. А углубиться в эту истину, это, конечно, очень большая тема. Итак, если Всевышние создали все вокруг нас, они создали нас. Бог создал человека. Из чего состоит человек? Да, мы видим вот тело, которое нужно кормить, халить и любовь ему давать. И физическую, и эмоциональную любовь, духовную любовь. Много уравнений, конечно. И это все, конечно, такой огромный класс знаний. Но мы будем постепенно говорить на какие-то в этом направлении темы. Итак, будем исходить из того, что да, мы созданы Всевышним. И, конечно же, это не может произойти так, что мы, являясь детьми Всевышнего, правильно? Мы дети Всевышнего? Или просто так, ну, как бы сказать, например, у кого-то родился ребенок, и он пошел как беспризорный. И я могу сказать, что мы точно не беспризорные. Что нам, кроме того, что направляется Писание Святое, как мы должны жить в каждой религии, как народ должен жить, каких законов должен придерживаться, нам еще посылаются и судьбы, и определенные выходы к нашим способностям, определенные выходы к нашим талантам. Нам это все предоставляется. Но факт тот, что каким образом это все взять, как это все постичь, как это привлечь, это все, конечно же, целое искусство. И так мы исходим из того, что мы не беспризорны. Нам, нас создали, и мы вот под чьим-то взглядом таким, да, такая вот видеокамера может быть, да, постоянного действия. И каждые наши мысли, каждые наши поступки, наши пожелания, они все считываются. И мы, наверное, каким-то образом получаем отметки, да, или там баллы какие-то набираем, да. Вот, например, ну там, когда ребенок в школу уходит, ему там что-то выставляют, или там как-то поощряют его, может, словесно. Вы точно так же как-то воздействуете на свое дитя, да, и вы смотрите, как ребенок растет. Но мы тоже, будучи взрослыми, мы тоже имеем определенные испытания, мы тоже имеем определенные знания, которые мы постигаем, какой-то опыт постигаем, и мы зарабатываем какие-то оценки. Почему говорю я об оценках? Я говорю, потому что, вот, посмотри, какое-то неравенство, да, вот, все время человек бунтует неравенство материальное или социальное неравенство. Вот, давайте поделим все, чтобы им не было вот точно так же, как тебе. Но, хорошо, машины поделили, деньги поделили, а ум как поделить? Скажите, пожалуйста, если кто-то умнее меня, как я буду притязать на то, чтобы он мне дал половину своего ума? Или, скажите, он знает пять языков, а я там, скажем, три языка знаю с половиной. И каким образом говорить, что дай мне еще два языка, или же, что еще там, у человека там поет прекрасно. Я как-то столкнулась с тем, что я слышала, как моя тетушка прекрасная поет. Она, кстати, у нее хорошая семья была, мне очень нравилось жить в ее семье. Какой у нее замечательный голос. Я вот пробовала, пробовала, и просто крякаю, и совсем чуть-чуть там как-то получается что-то спеть. Ну, конечно, это очень далеко до того, как поет моя тетя. Моя тетя не пошла в артистки, правда, только вот сейчас стала выступать на сцене, когда уже на пенсии давным-давно. Я уже этому рада, она смеется. Но факт тот, что вот такие способности, как их поделить? И вот здесь давайте зададимся вопросом. Почему у одних голос такой прекрасный от рождения? Это не то, что там вот человек делал упражнения, и вот голос появился. А я, между прочим, пять лет делала упражнения, ходила в музыкальную школу. И я видела, что мой голосок там очень-очень далеко от того, что я слышу, и чем я восторгаюсь, и кем я восторгаюсь. И что я могу сказать, что дайте мне половину этого голоса, да никак это невозможно разделить. Итак, мы смотрим на то, что есть неравенство. Значит, что? Почему моей тете был дан вот такой прекрасный союз с ее мужем? Почему они так прекрасно жили? Они ни в чем нужды никогда не имели. А почему в другой семье, ну, в частности, в нашей, была постоянная нужда? Я постоянно была, донашивала вещи своей сестры. И вы знаете, вообще мне это даже понравилось. Вот я все время ношу чьи-то вещи. Вот, кстати, кофта моей любимой свекрови. Ну, в общем, юбка у меня моей приятельницы прекрасная. Доктор Шана. И, ну, в общем, мне это уже стало нравиться. Я как бы чувствую любовь вот от этих людей, которые мне что-то передали. Даже если это им не нужно, оно не налазит на них. Но я чувствую, что это было передано мне с любовью. Но факт тот, что кому-то вот что-то дается намного больше, чем вот кажется нам дано. Я просто это обозревала. Я просто это наблюдала. И в душе у меня никогда не было зависти. Или вот желания того, что вот мне бы такое. И вот такого прочего. Вот, возможно, вот что-то может быть в детстве, когда мне очень хотелось что-то одеть, а у меня не было. Возможно, у меня мелькала такая вот мысль, что, к сожалению, почему у меня этого нет. Но вообще-то я все время рассуждала. Вот разные-разные семьи, разные люди. И это поделить невозможно. Итак, я пришла к выводу такому, что изучая древнее писание о том, что душа, вот человек, да, как вот он Богом сотворен, это вот как бы такая оболочка материальная в конце, то, что мы видим там на кладбище, столбики стоят. И понятно, что тел уже там нету в давних захоронениях. И понятно, что когда человек рождается, он уже с самого начала, с самого начала разные эти малютки рождаются. Один вот и здоровенький, и красивенький, а другой все наоборот. Один, может быть, уже и счастливеньким рождается, а другой все наоборот. И вот если исходить, задумываться о том, что почему так происходит, такое неравенство на самом начале, казалось бы, этот человек еще ничего не заслужил. Ну понятно, что если люди там работали и так далее, ну вот голос, как они заслужили? Ну вот уже родились с этим голосом, вот уже с такой красотой родились, таким здоровьем родились. И фигура такая определенная, вот все это при рождении. И тогда я делаю выводы, допущение такое, что да, человек, рождаясь, имеет запас предыдущей жизни. Имея запас предыдущей жизни, имеется в виду, что какие-то баллы уже были накоплены. И с тем, чем этот ребенок со своей душой уже рождается, значит, он берет вот эти накопленные баллы с предыдущей жизни, в виде здоровья, в виде красоты, хорошей фигуры, хороших личных данных. Он рождается с этим. И так выстраивается его судьба, что он рождается в какой-то хорошей стране. Не в той, в которой все время делят, никак поделить не могут. Не там, где вот бесконечные распри и раздоры. А там рождается, там, где никогда нет войн, там, где процветание идет, там, где вот этот вот талант, вот этот человек будет заниматься каким-то творчеством. То ли научным творчеством, то ли же это музыкальное творчество, то ли это поэтическое творчество. То есть это изобразительное искусство. То есть вот все-все продумывается высшими силами, Богом, продумывается о том, чтобы вот эта душа, которая заработала столько всего, вот она вот здесь вот именно родилась и воплотилась, и вот ее жизнь была именно такая. А вот те души, которые еще не поняли этого механизма, еще к ним не пришла такая информация, или они отмели эту информацию, они как-то живут, может быть, больше похожи, как поел-поспал, поработал, поел-поспал, потомство создал, как-то там вывел блюди. И опять же, вот как-то по колесу, по колесу, как-то очень все в простом, без особых мыслей, вот в простом каком-то, в какой-то такой вот метушне, в простой какой-то, в приземленной какой-то плоскости. И в этом смысле я бы хотела сказать, что мы не брошены, что мы зарабатываем сейчас то, что мы имеем. И в данном смысле, если вернуться немножко к тому, что я раньше говорила, какое я имею право, чтобы вам что-то сказать, что-то говорить. Я хочу сказать, что какое мое право? Мое право – это мое обязательство перед Высшими, потому что я так просила, чтобы у меня была такая прекрасная семья, как у моих тетушек, у которых я проживала. А я сейчас понимаю, что моя сегодняшняя семья, она уже на порядок превосходит то, что было у моих тетушек. И я очень благодарна Богу. И я, когда шла по нелегкому пути своей жизни, изучению тому, что происходит внутри семьи, сопоставления всего, я наработала определенное количество знаний, которые есть в нашей книге, которую мы с мужем написали. Это «Путь к счастливой жизни» или «Основные заблуждения в любви». Там, где мы как раз изложили основные заблуждения в любви. И почему вот мы не получаем сразу то, что нам бы хотелось, очень просто? Мы бы просто не оценили. Я вам скажу, что если бы мне было все так же хорошо, как моим тетушкам, они не разобрались в этой теме взаимоотношений по сегодняшний день. Почему? Потому что мы всегда интересуемся тем, если у нас проблема. Если проблема, мы поднимаем такие пласты, мы так начинаем шуровать, и так начинаем копать отовсюду, все смотреть и спрашивать, и ура, караулчик, все изучать для того, чтобы решить проблему. Поэтому иначе просто, да, у нас все хорошо. Как у вас дела? А у нас все прекрасно. А у вас не прекрасно? Ну, решайте, решайте, ничем не могу помочь, ничем не могу. А мы теперь можем вам помочь. Мы можем теперь помочь всем. Почему? Потому что нам с моим мужем были даны такие серьезные испытания нашей личной жизни, что пройдя их, мы многому научились, многое вытерпели. И можем сказать, что благодарите Всевышнего за все испытания, которые вам посылаются. Благодарите человека, который вам несет эти испытания. Потому что именно благодаря ему вы сейчас, возможно, слушаете меня, возможно, вы потом послушаете, почитаете те книги, которые я вам буду предлагать. А я вам предлагаю еще книгу Секлитова и Стрельникова «Любовь. Семья. Дети». Я вам ее показывала на ролике «Как понять любовь». Там особенно так она показана. И я буду ссылаться на эту книгу. И могу вам точно сказать, что все то, что вам приходит в вашу жизнь, благодарите за все Всевышнее. Потому что вы приобретаете опыт. Вы благодаря вот этим страданиям, которые мы переносили очень много, мы приобретаем определенное качество души. Вот, например, я бы хотела сказать, что такое обида. Как близкий человек может обидеть? Что именно обидно для меня конкретно? Но для вас это будет что-то другое, что вас может обидеть. Иногда кажется, что я уже столько обид прошла, что меня, наверное, вообще невозможно обидеть. Я иногда думаю, ну, может быть, я вообще-то бесчувственный человек. И уже становлюсь бесчувственным человеком. А с другой стороны, я понимаю, что я нахожусь под опекой любящего Творца. И мой Творец дает мне лишь то, что мне сейчас, сию минуту просто необходимо. И почему бы такую концепцию не принять каждому, каждому из нас? Не обижаться ни на кого. Сочувствовать человеку, принимать его, принимать все эти обиды, все эти недоразумения, все на свете принимать. Почему? Потому что мы очень любимы. И мы настолько любимы Всевышним, мы настолько нужны Всевышнему, что если бы мы только представили, что как Всевышний нам необходим. И я могу пока что, завершая мой разговор сегодняшний с вами, сказать, что наша семья считает, что имеет право что-либо говорить в вопросах отношений, потому что мы прошли очень большой, горький опыт к тому, чтобы понять, в чем заключается гармония между мужчиной и женщиной. Как стать гармоничными? И до тех пор, пока у вас очень сложное взаимоотношение, до тех пор, пока вы чувствуете, что не тот человек, разочарование, не такое отношение, это все вопрос лично каждому из нас. Потому что у человека, у которого гармония, у него гармония со всеми окружающими. Поэтому нужно как можно больше слушать видео, как можно больше слушать видео тех семейных пар, которые демонстрируют свое счастье. Именно вы можете не просто то, что улыбаются и фотографируются вместе. Нет, нужно очень глубоко вникнуть в то, что реально происходит внутри этой пары. Как она работает, как они взаимодействуют, над чем они работают, в чем сложности. Потому что всегда есть какие-то идеи, которые хочется постичь. В данном случае, как передать те знания вам, которые имеем мы. И поэтому еще раз хочу сказать, что мы очень благодарны Всевышнему за то, что мы получили нелегкий путь в свой жизненный. И мы обещали Всевышнему, что мы будем передавать знания всем желающим стать гармоничными, любящими и счастливыми людьми. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok